Знаете, вроде если читается, а вот ешь, 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 уже привыкаешь к этому вкусу и думаешь, блин, ну вкусно, а че? Почему бы нет? А мы без тарелок. Надо только не стучать, давай руками кушать. Давай. Давай руками кушать. Зачем нам ложка вилкой, если можем, у нас есть руки? Да, скажем, что мы едем руками, потому что мы можем. Всем привет, мои хорошие, с вами Майка Эмили и очаровательная Аскватила. И сегодня мы снимаем для вас очередной мукбанг. А мукбанг у нас сегодня с вами необычный, у нас с вами осьминог. И причем пробуем мы его впервые. Пахнет очень вкусно, многообещающе. Здесь у нас все овощи, так все красиво. Очень странно, что там яблоки. Да, какие-то такие странные. Они говорили, что будут фрукты. Мы заказали в ресторане. Хотели сначала купить и приготовить сами. Потом решили не жмотничать. И уже заказать. Кстати, мне под видео, где я ела черную икру, писали в комментариях, то у нее бы просто не хватило денег купить столько икры. Так вот, гурманы знают, что... Осьминог стоит дорого. Да, достаточно дорого стоит. И сегодня впервые мы его будем дегустировать. Осьминога вообще очень сложно купить и самим приготовить. Там есть чернильная головка у них. Ее надо очистить. Еще у них, извините, кишечник находится в голове. Да, и щупальца надо отрезать. Это все мне? Вау! Хочешь, потерям тоже? Я не могу ручаться. Здесь также нам положили соус. И, кстати, я не могу вам советовать это заведение, потому что они нас обманули. Ну, как обманули. Нам сказали, что осьминог будет килограммовый. Ну, как? На курицу похоже. Ну, какой килограмм? Здесь даже не пахнет килограммом. Пахнет курицей, сгоревшей ноги. Ты говорила мне, что будет похоже на курицу. Вкусно. Я говорила, что на гуся. То же самое, да? Почти. Нежный он достаточно. Вкус кябаба. Это шашлык, ребят. Да. По-нашенски. Вот при чем здесь помидоры? Ой, помидоры горем. Фрукты, при чем здесь такой гарнир. Как мы их будем есть? У нас нет вилок. Мы просто не взяли вилки, потому что они стучат об тарелку. Принеси тебя. Я вам так скажу. Вкусно. Вот я ожидала, что будет хуже. Все будет нежный и нежный. Скоро мы подсядем на осьминога, и ничего кроме как осьминога кушать не захотим. Я вам скажу, что мне очень понравилось. Вкус очень знакомый. Как будто я уже ела подобное. Я же говорю, чем-то напоминает утку. Шашлык из курицы. Пишите обязательно в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь осьминога. Если да, то как вам? Навряд ли, мне кажется. И напишите, это нормально, что он после жарки уменьшился во столько раз. Ты показала его в камеру вообще целый? Ну да, посмотрите, вот осьминога уже с разреза на щипать. Как это вкусно. Я думала, что он будет как резина, но на самом деле он нормально. Да. Также здесь есть соус, который можно макать. Ну давай, попробуем его. Соус нечто. Ох уж эти соусы. Вот так вот, смотрите. Он прям даже без ножика можно его вот так вот разделить. У меня просто длинные ногти, мне не очень удобно. Макаем в соус. Купить отдельно осьминога и приготовить собственно, ручно, обойдется намного дешевле. Но сможете ли вы так приготовить? Большой-большой вопрос. Мы, кстати, очень боялись, что нам не понравится. И видео не получится. Как видите, очень вкусно. Я боялась, что останусь голодной. Осьминога мне очень понравилась, но мне не понравилась подача. Да. Потому что грибы не сочетаются вообще с яблоком, на мой взгляд. Еще здесь апельсин. Так как я люблю все и подряд. Мне понравилась. Ей нравится все, что движется. У меня движется абсолютно. Это вкусно. Как у меня появилась идея вообще попробовать осьминога. Это вообще даже не совсем связано с ютубом. Я смотрела видео зарубежных блогеров. Китайцы, японцы. Они едят вот все, что движется. Вот реально каких-то жуков. И я видела видео, где они ели живого осьминога. Ты не в ютубе видела это видео? Угу. А почему это не связано с ютубом тогда? То есть это не связано с тем, что именно я хотела снять такое видео. Я просто хотела попробовать. У меня все под предлогом видео. Если вам понравится подобного рода видео, мы будем чаще снимать про морепродукцию. Мы хотим улиток снять на канал Фати. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в инфобоксе. Также прикреплена в комментариях. Такой вкус, как будто бы я это ела уже. Ты ела все. Если вы живете в Азербайджане, часто едите шашлыки. Шашлык на гриле, курицу на гриле. Кебаб. То есть шашлык из курицы. Это не будет что-то новое для вас. То есть если вы хотите испытать какие-то новые вкусовые ощущения, то вам не нужен осьминог. Не стоит тратить столько денег. Я вообще очень капризный человек. Мне очень трудно угодить. Я просто в шоке от того, что осьминогу не понравился. Вроде когда он живой, смотрится очень мерзко, да? Нет. Очень вкусно. Божественно. Как всегда. Наша коронная фраза. Боги. Как вы это делаете? Это очень вкусно. Так нельзя говорить на самом деле. Почему? Это грех. Называть кого-то Богом. Это так вкусно. Я очень удивлена. Я осталась довольна. Это было очень сытно. Ой, я яблоки в соснок. Может быть, это все-таки нужно как-то с хлебом. Но мне даже без хлеба понравилось. Вот как наггетсы едите просто. С каким хлебом? Нет? Нет. Я вообще такой человек. Я все ем с хлебом и все запиваю водой. Ребята, если вы знаете, может килограммовый осьминог уменьшится в два раза, как минимум, при готовке. Потому что нам дали совсем малюсенький. А продали его за цену килограммового. Бывает побольше. Я не могу остановиться, это вкусно. Сметаем теперь этот гарнир. Здесь даже есть капустка. Знаете, вроде, если читается, вот ешь, 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 уже привыкаешь к этому вкусу. И думаешь, блин, ну вкусно, что. Почему бы нет? Я восстану. Особенно от сока. Ну что, будем экспериментировать дальше? Да. Если вам нравятся идеи с экспериментами и подобными видео, то обязательно напишите в комментариях, что нам есть дальше. Я раки, да. Я даже раков не пробовала. Мы попробуем обязательно с тобой. Обязательно надо с раков начать. Даже креветки я попробовала впервые с фатей. Но я вообще не гурман, да. Хорошо, что ты есть. Если бы ты не была, я бы никогда не попробовала это все. Раки тоже чем-то похожи на осьминога, но намного вкуснее. Они очень нежные. Тоже напоминают курицу, но это как божественная курица. Из 10 сколько баллов мы можем поставить? Я ставлю 9, потому что уголки слегка подгорели. Я такое не люблю. Так вообще все хорошо. Я тоже поставлю где-то 9, но мне все понравилось в плане того, что все было поджарено. Мне не очень понравился гарнир, сочетание продуктов. Хотя под конец уже я сказала, окей, да. Не забывайте подписываться на наш инстаграм. Мы ссылки внизу, там мы публикуем анонсы. Также мы там вам напоминаем о новых видео. Иногда задаем вопросы. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь. А с вами была Айка Эмили и обворожительная, неповторимая, расхватимая ссылка на мой канал внизу. Обязательно подписывайтесь, потому что продолжение будет у нее. Всем желаем приятного аппетита, удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok